Анапчанка Дарья Хитрова обратилась с проблемой. Ее дети посещают сразу две спортивные секции в частном спортклубе и в муниципальной спортивной школе номер 10. Новые требования к диспансеризации спортсменов принесли сложности. С января этого года медосмотры должны оплачивать родители. Требования поменялись. Действительно, именно для тех, кто осуществляет спортивную подготовку, это спортивные школы. Здесь вот эта категория, здесь поменялись тарифы, то есть не то, что поменялись, они сейчас выставились достаточно серьезные, расценки такие непривычные для народа, и родители не могут оплачивать данную услугу, и данную услугу они не должны это оплачивать, это должны спортивные школы оплачивать. Сейчас, я говорю, этот вопрос решается, потому что это вопрос бюджетный, он сразу не может так решиться, потому что это дополнительные деньги, деньги достаточно серьезные. На медицинские осмотры учреждения, работающие в системе ОМС, не имеют права на безвозмездной основе осуществлять данную услугу, оказывание. Поэтому все это заключается на возмездной основе, на основе заключенных договоров. Отделение медицинской профилактики на своей базе, учитывая, что этот вопрос социально значимый, разработали тарифы, которые утверждены и согласованы с Минздравом Краснодарского края. И чтобы учитывать также социальную платежеспособность населения, ввели шкалу по тарифам. То есть для детей, многодетных семей, для детей-инвалидов, а также детей-сирот, тарифы в 50%. Впрочем, у этой проблемы есть решение. На ближайшей сессии Законодательного собрания края депутаты рассмотрят вопрос о частичном субсидировании затрат из регионального бюджета. Компенсация планируется и из муниципальной казны. Помимо этого, в Анапе, благодаря участию в программе формирования городской комфортной среды, в прошлом году были благоустроены 6 дворовых и одна общественная территория. Практически на каждой появилась современная спортивная площадка. Спортивный объект у нас Ленина 131. Здесь недалеко располагается Крылова 6. Тоже здесь недалеко. Ленина 181. Спортивная площадка. Хорошо стали застройщики делать уже свои площадки, свои тренажерные комплексы выставлять. Это, конечно, очень хорошо отражается для занятий спортом. Потому что у нас жители очень активно свое время проводят, свободное. Многие приходят на площадку, независимо от возраста. Это сейчас важно. Тем более мы сейчас позиционируем именно ГТО, всероссийский комплекс, где мы жителей также настроим. Потому что от 6 до 70 лет можно сдать нормативы, в общем-то, и получить значок. Это будет являться подтверждением вашей жизненной активности и вашего здоровья. А это бесплатно и дает стимул как для возрастных спортсменов, так и для начинающих. В Анапе с детьми в Краснодаре были без детей, поэтому... Ну, вообще жить лучше в Анапе, больше нравится. Мы очень довольны, что сделали новые площадки. Постоянно ходим сюда и в районе Ореховой рощи ходим. Там тоже новые площадки. Сейчас в Анапе идет набор летних тренеров. Они будут заниматься с населением на муниципальных спортивных площадках. ТОС микрорайона «Южный» – один из крупнейших в Анапе. Он объединяет 20 товарищев сразу нескольких микрорайонов города. Соберем совещание, ну, не конкретного микрорайона, а что еще волнует, может быть, сельские округа, город, заинтересованными структурами ЖКХ, что архитектура по передаче. Если берем такой рабочий путь в отдельном помещении, вот не здесь, в рамках... Благодаря здесь родились эти вопросы, которые были... Нет, конечно, потому что неравнодушие, потому что вы сами во все вникаете. По единодушному мнению собравшихся, такие встречи нужны как для горожан, так и для властей. Анна Жукова, Михаил Попов. Анапа. Регион.